Приветствую всех ценителей самых уникальных мобил, которые еще может подкинуть наше техновремя. Нередко страны с собственным производством смартфонов наделяют свои модели какими-то особенностями под внутренний рынок. Так что их смарт вполне может заиметь какую-то уникальную техническую или программную фичу под родных потребителей. По части предустановленного софта, а это вообще повсеместно. Уверен, покупая себе очередной смартфон, вы всегда в шоке, сколько ненужной ерунды в него запихали наши приемщики. С механикой уже посложнее, ибо весь мир все же сошелся на стандарте смартфонного корпуса. Однако и то и другое гораздо в меньшей степени касается Великой Японии, которая и инновации не стесняется вводить, и под свой внутренний рынок смартфонов заимела нечто крайне уникальное. Смартфоны DACOMA. Это, пожалуй, самопопулярный бренд в производстве смартфонов под японский внутренний рынок. За пределы Японии они обычно не выбираются. Штуковины, выходящие под этим лейблом, довольно редко похожи друг на друга. Если не визуально, то уж начинкой точно. Дело в том, что DACOMA выступает для этих смартфонов эдаким продюсером, и само по сути представляет из себя скорее мобильного оператора. Полное название, кстати, Do Communications Over Mobile Network, соответственно, DACOMO. А вот сами смартфоны им подгоняют уже вполне себе именитые производители. Casio, Motorola, Panasonic и, конечно же, Sharp. Последние, кстати, можно назвать самыми популярными. Раз уж экспортные модели от DACOMO вообще не подразумеваются, на внутренний рынок они могут добавлять в свои мобилы самые странные и безумные фишки. Лишь бы японцам нравилось. А вкусы у них могут быть весьма специфические. К примеру, самой популярной моделью DACOMO является шарповая раскладушка Aquas. Так что, если вы до сих пор видите раскладушки в очередном аниме, знайте, формально подразумеваются именно эти модели. Правда, от раскладушек, по большому счету, остался лишь форм-фактор. На деле, мощности и инновации такого смартфона могут тягаться с Apple. Одновременно механическая и сенсорная клавиатура. Порты под все случаи жизни. Чумовая камера, рассчитанная даже на съемку под водой. Банкоматная защита от подглядывания, чтобы никто по сторонам не знал, что вы там в своем телефоне делаете. И, конечно же, трансформер, превращающий раскладушку в привычный нам смартфон. Функцию такой штуковины реально немало. Да и железо, что стоит внутри, совсем не расстраивает. Расстраивает в ней скорее цена, ибо все эти инновации совсем не дешевые. Соответственно, более бюджетный сегмент тоже предусмотрен. И с некоторыми обрезками по функционалу и механике, от той же DACOMO на прилавки попадает более бюджетный и народный вариант типа такого. Это DACOMO AQUAS FON ZETA SH-06E. Довольно длинное название, но в основном следует уделять внимание именно символам SH. Соответственно, собирал его шарп. Часто ли вы держите в руках смартфоны от шарпа? А если они еще и прямиком из Японии? Именно поэтому, независимо от железа, что у него есть, эта штука уже является уникальным артефактом любой мобильной коллекции. В моем же случае получить его удалось еще и в полном комплекте, так что вдобавок есть уникальный шанс ознакомиться с оформлением бокса и японской макулатуркой. Сам бокс оформлен довольно скромно. Сразу видно, что серия бюджетная. Все японские развлекухи пихали уже в саму прошивку. Довольно громоздкие инструкции, аж в количестве двух ватманов. Рассказывают они примерно то же, что и сам телефон при первом запуске, но удивило тут скорее наличие раздела с полностью английским переводом. Учитывая, что за пределы Японии эти мобилы не выбираются, наблюдать его тут довольно неожиданно. Жаль, конечно, про начинку ничего не написано ни здесь, ни на коробке. Но в отличие от своего комплекта, сам телефон в целостности не остался. Расквашен он прямо по-японски фатально. Телефон разъебал. Оригинал японский. Кнопки не работают. Но главная конструкция в порядке. Так что представление о модели получить еще можно. Дизайн его весьма скромный, на то оно в общем-то и бюджет. Зарядка классическая, симочное SD-шное втыкание прямо как у планшетов. Кнопка блокировки сверху. Оригинально. Дисплей менее 5 дюймов. И на самом деле это было пожелание самих потребителей. У предшественников он был куда больше, но японцы гонятся все же за удобностью, а не за размером. Видимо, чтобы не перехватывать мобилу при работе с краями дисплея. С такими размерами реально без напряга дотягиваться довсюду. Но экран, конечно, уменьшили, а вот разрешение подняли. Вещает эта матрица в 1920 на 1080 пикселей. И углы обзора ее просто безупречны. Для бюджетника странно, но круто. Страннее здесь, пожалуй, то, что заднюю крышку можно спокойно снимать. Есть даже за что поддеть. Только вот при ее снятии, тут же вываливается система NFC и все кнопки. А вот возвращать все это назад уже долго и метко предстоит самому юзеру. Зачем так сделано, без понятия. Видимо, это намек, типа работает не трожь. Также понтануться этот SH-06 может еще процом с оперативой. Стоит здесь четырехъядерный Snapdragon 600 с двумя гигами оперативы. Совсем не слабо для времен четвертого дроида, который здесь также в наличии. В наличии неплохая камера со вспышкой, аж на 13 мегапикселей. Разумеется, с японским качеством. И по отзывам, качество это реально тащивое. По сути, для шустрой работы с камерой этот SH такой процессор и получил. Но приятно еще и то, что сама камера заточена на то, чтобы снимать под водой. Фишка эта не уникальна, почти каждый девайс от DACOMA так умеет. Но все равно прекрасно, что этакую не самую дорогую модель на подобную фишку не обделили. Но, как и все остальное, камера урон здесь получила критический. С такими увечьями единственный шанс воспользоваться им это колхозить мыши на клавиатурное управление. Ну и его достаточно, чтобы показать все прелести и недостатки этого градиентного японца. При первом старте вылезает очень много информации о функциях и, главное, чистке девайса. Там у японцев что тогда, что сейчас сохранилась фиксация на частоте рук и приборов. Так что 90% гаджетов внутреннего рынка можно смело мыть вместе с руками. Этот DACOMA не исключение. Во всяком случае, пока был целым. Также все эти девайсы имеют по три системы GPS-а, две из которых даже предлагают настроить. Это в первую очередь нужно для спасательных программ на случай землетрясения. В Японии это, знаете ли, больная тема. Так что во всех мобилах DACOMA смело можно ждать проги с сигналами тревоги и навигациями до ближайших укрытий. В таком вот опасном киберпанке они проживают. Для веселья же своего пользователя он имеет целую кучу незначительных, но приятных дополнений. В виде беспроводной передачи изображения на удаленной дисплее, FM-трансмиттер и банковская защита картинки. Чтобы никто не подглядывал за тем хентаем, что вы решили почитать в автобусе, например. При включении этого режима картинку видите только вы. Остальные же видят какой-то калейдоскоп. Шикарно, но вроде бы у новых айфонов такие фишки тоже есть. Так или иначе, в первую очередь, в таких телефонах японцы реализуют именно свои аниме-достояния. Так что и все панели быстрого доступа как будто перекочевали из безумных японских ТВ-шоу. И даже няшный анимешный помощник тоже в наличии. Можно ли превратить его в аниметян, не в курсе. Ибо настраивается он через интернет, и это одна из основных проблем пользования мобилами DACOMA за пределами Японии. Почти каждое родное приложение хочет выйти в сеть. Но если наших операторов сюда подвязать еще вариант, сайты программ остаются недоступными. А многое уже банально не открывается на четвертом дроиде. Пожалуй, это самая слабая часть этой Сашки. Даже Google Play еще подрубается. Но что играми, что приложениями особо не балуют. А жаль, ибо и процессор, и видеосистема, и уж тем более накопитель не подведут даже сейчас. 24 гигабайта предлагают себя чем-нибудь наполнить на этом DACOMA. Блин, у моего лучшего планшета 2020-го всего 18. Для себя японцы уж точно все делают на совесть. И не забываем, что сюда еще и SD-карту можно докинуть. В теории на него и дроид посвежее можно поставить, и дисплей заменить. Но и то, и другое по сложности добычи будет близко к добыче самого смартфона новым. Слишком уж это закрытая японская разработка. И на деле, счастье, что вообще удалось достать его хотя бы в таком виде. Так что если все же вам повезет добыть себе одного из таких японских смартфонов, или же их более новые или менее бюджетные модели, разочарованными вы не окажетесь. У меня же теперь есть это. И надеюсь вам так же, как и мне, было интересно его изучать. Выбирайте лучшее, друзья. И до скорого. Спасибо.